18 июля 2023 года, то есть недалее чем сегодня, исполняется 96 лет со дня образования Государственного пожарного надзора. Отдел надзорной деятельности и профилактической работы осуществляет деятельность на территории трех муниципальных районов – Ярцевского, Духовщинского и Кордымовского. С прошлого 2022 года численность сотрудников отдела была увеличена до 8 человек. Вот сейчас на 100% личного состава мы вышли, свободной должности нет, все заняты, все работают. Хотя, может быть, не так давно было, что у нас в отделе работало всего лишь три человека. И мы вспоминаем эти времена, так сказать, с волнением. Это был 2018 год, конец 2017-го. И тогда было посложнее, потому что, сами понимаете, три человека на три больших района – это очень мало. Сегодня сотрудники отдела осуществляют Государственный надзор в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также Государственный пожарный надзор. Мы инструктируем людей о пожарной безопасности. Как обычных людей на улице, так и людей в квартирах, в домах, людей, так сказать, относящихся к группе риска. И также организации, должностных лиц организаций. И проводим на объектах, как муниципальных, так и частных, эвакуации с персоналом, чтобы они умели в случае срабатывания пожарной сигнализации правильно выбежать на улицу, так сказать, собраться в нужном месте, чтобы не разбегались нигде по территории. Особенно это важно для образовательных учреждений, где у нас дети, дошкольные образовательные учреждения, чтобы все воспитатели знали, как правильно детей собрать, куда отвезти, чтобы потом спокойно пересчитать и понимать, что все дети на улице, все в безопасной зоне. В основном, да, это мы занимаемся профилактикой, ведь лучше предупредить пожар, чем его потом ликвидировать и разгребать последствия, все остальные, которые связаны. А пожар – это большое горе для любого человека. Мало кто знает, что помимо своей основной должности госинспектора, несколько сотрудников отдела имеют еще одну параллельную должность. Поэтому нет ничего необычного, что на дверях их служебных кабинетов фигурирует не одна, а сразу две таблички. Сотрудники, которые имеют вторую должность дознаватель, уже больше занимаются по пожарам, то есть расследование уже случившегося. Подготовка запросов, опрос очевидцев, вызов сюда свидетелей, направление запросов разный, в Росреестр, в БТИ, чтобы уточнить, кто собственник поврежденного или сгоревшего объекта. Также, если это автомобиль, это ГАИ, взаимодействие с полицией, с прокуратурой. Сегодня Государственный пожарный надзор МЧС России – мощная и результативная система предупреждения и профилактики пожаров, реализации эффективных мер по защите населения и материальных ценностей от огня. Основной защитой Государственного пожарного надзора является осуществление в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, деятельности по проведению проверок соблюдения требований пожарной безопасности и принятия мер по результатам этой проверки. В связи с нашим профессиональным праздником хочется пожелать своим коллегам, в первую очередь, это здоровья и удачи, чтобы все у них складывалось в работе, чтобы всем их был порядок и покой, благополучие, взаимопонимание и взаимоуважение. Творческая бригада «Пионер ТВ» присоединяется к этим теплым словам поздравлений и от всей души хочет пожелать сотрудникам отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ярцевского, Духовщинского и Кордымовского районов дальнейшего профессионального роста и обычного человеческого счастья.